Расслабляющая музыка, арт-терапия, полный релакс для беременных. Психолог перинатального клинического центра «Края» помогает будущим мамам позитивно настроиться на роды, а также подготавливает женщин физиологически. Они учатся задерживать дыхание, занимаются на фитболах. На мячике можно кататься вперед-назад, вот таким образом, аккуратненько, сильно не катайтесь. Просто немножко. В перинатальном центре, который с 2018 года входит в структуру Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, психологическому настрою пациенток всегда уделяли особое внимание. С момента своего основания это учреждение со всего края принимало женщин с самыми сложными беременностями. Екатерина – одна из таких. Сегодня пришла сюда рожать уже третьего ребенка. Говорит, еще с первым убедилась. Здесь делают все возможное, даже в крайне тяжелой ситуации. На тот момент еще это единственный был перинатальный центр, это 15-й год был. Поэтому я сложная, достаточно беременная. Ребенок был с пороком развития. Была экстренная кесарева, взяла меня сразу Нина Анатольевна. Реанимация сработала отлично, просто сразу мобильно его, куда нужно, транспортировала для операции дальнейшей. Ну и все, благополучно. Высококвалифицированная помощь не только беременным с высоким риском осложнений в родах, но и младенцам с самыми разными патологиями. Особенность этого центра третьего уровня помощи. У нас лежат женщины с тяжелыми формами плацентарной недостаточности, с синдромом затяжки развития плода, с гемодинамическими нарушениями, с критическими нарушениями кровотока, с резоцкомфликтной беременностью, с предлежаниями плаценты, с такими грозными осложнениями, которые боятся все акушеры, это врастание плаценты. Особую группу пациентов у нас оставляют женщины с рожденными пороками развития плодов. Каждый поступивший тщательно обследует УЗИ, проверка сердцебиения у плода, тактику ведения родов подбирают с учетом множества факторов. Для женщин, что рожают самостоятельно, предусмотрено 6 индивидуальных родзалов, оснащенных всем необходимым. Внутриутробный мониторинг плода, контроль за состоянием жизненно важных функций матери и все необходимое оборудование на случай осложнений и непредвиденных ситуаций. Также для первичной реанимации новорожденных оснащено реанимационное место, которое оснащено дыхательными мешками, кислородной маской. И для проведения инвазивной вентиляции легких имеется тоже ряд медицинских изделий. 80% пациенток перинатального беременные группы риска. Каждый сложный случай разбирают на консилиуме и нередко принимают решения о преждевременных родах для спасения жизни матери или ребенка. Так, женщину с критическим акушерским состоянием, врастанием плаценты, прооперировали раньше срока, на 32-й неделе беременности. Ранее эти операции считались летальными. То есть, оказание, это все женщины погибали. Сейчас их становится все больше и больше. И для того, чтобы оказать помощь такой пациентке, действительно необходимо и оборудование, и квалификация специалистов. Младенцы извлекли в плодном пузыре, что, по мнению медиков, большая удача. Оболочка позволяет избежать травмирования недоношенного ребенка. Сразу же после извлечения новорожденного реанимируем. Несколько секунд, и малышка дышит. Действия каждого медика – быстрые, слаженные, ведь цена им – новая жизнь. На младенца надевают шапочку и носочки прямо в родзале. Технология сохранения тепловой цепочки поможет поддержать оптимальную температуру тела новорожденного при его транспортировке в реанимацию. А пока его отвозят, завершают непростую операцию маме. Нередко при хирургических вмешательствах применяют передовые кровосберегающие технологии. Одна из них – сбор эритроцитов пациентки с помощью специального аппарата. Данный аппарат позволяет собирать во время массивной кровопотери по время операции кровь пациентки, центрифугирует ее, отмывает и позволяет нам возвращать собственные эритроциты в организм пациентки, что позволяет нам сократить использование донорских компонентов крови до и во время операции и после операции. Использовать современный аппарат, который может себе позволить не каждый медицинский центр региона, умеют все без исключения реаниматологи перинатального. Они же владеют и другой кровосберегающей технологией – аутоплазмодонорством. В данной камере у нас хранится аутоплазма пациенток. Вот она так выглядит у нас. Вся она персонифицирована у нас. Собственную плазму женщин, у которых во время операции высок риск обильного кровотечения, заготавливают заранее. Пациенток предварительно обследуют и, если нет противопоказаний, запасают от 2 до 4 доз жизненно необходимого вещества, которые вливают пациентки до либо после операции. Технология позволяет сократить объемы использования донорской плазмы и временную ее подготовку. После операции роженицы сутки находятся в реанимации, где за каждой ухаживает сразу 4 сотрудника отделения. Они следят за состоянием пациенток и помогают им быстрее встать на ноги, чтобы избежать образования тромбоза. Восстановление после наркоза сами женщины практически не замечают, поскольку в 99% случаев во время операции применяют прогрессивные и одновременно щадящий для мамы и ребенка метод обезболивания – спинальную анестезию. Женщина во время операции находится в сознании. Ребенок получает минимальную некоментозную нагрузку через пациентарный кровоток. Особая группа пациентов центра – женщины с пороками развития плода. В 70% случаев рожденные аномалии обнаруживают внутриутробно. Еще до родов акушеры-гинекологи совместно с неонатологами и профильными специалистами в зависимости от вида порока определяют тактику ведения новорожденного. Последние сопровождают ребенка уже с момента рождения. К примеру, во время родов малыша, у которого внутриутробные органы сформировались снаружи брюшной стенки, присутствует детский хирург. Диагноз звучит гастрошизис. Все, кто знает этот диагноз, они понимают, что это такое. Это крайне тяжелый порок. Раньше он считался вообще практически несовестимым к жизни. Вот сегодня, буквально пройдет пару часов после рождения, все манипуляции, все диагностические мероприятия будут выполнены, и мы в условиях нашей клиники, в условиях Центра охраны материнства детства, ребеночек будет прооперировано. Есть шансы в жизни? Шансы всегда есть. Всегда надо надеяться на шансы. Мы сделаем все для того, чтобы ребенка этого спасти. После рождения недоношенные младенцы, в том числе с экстремально низкой массой тела, и дети с различными пороками развития поступают в отделение реанимации. Здесь их в течение суток комплексно обследуют. К слову, именно в Центре охраны материнства и детства впервые в крае появилась такая диагностика для детей, как магнитно-резонансная терапия и компьютерная томография. После обследования врачи утверждают, либо корректируют тактику лечения. Патологии мочеполовой системы, то есть это почки, желудочно-кишечный тракт, различные трезии пищевода, кишечника, прочее, это оказывается здесь. То есть у нас хирургия достаточно развита, поэтому, в принципе, с этими пороками развития мы справляемся на базе нашего Центра достаточно успешно. То есть практика колоссальная. Если мы не справляемся с силами своего учреждения, например, нужна очень высокотехнологичная медицинская помощь по оперативному лечению пороков развития сердца, в частности, или нервной системы, мы связимся с федеральными центрами, с которыми имеем очень тесную связь, и решаем вопрос по коррекции лечения на месте, либо необходимости экстренной транспортировки. И все же абсолютному большинству младенцев оперативную помощь оказывают на базе Алтайского медцентра. Их выхаживают в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Крохи с экстремально низкой массой тела в среднем находятся здесь до полугода. Неонатологи следят за их развитием и ростом, привлекая к уходу родителей. Участвует вся семья у нас в процессе лечения, выхаживания ребенка. Это обучается не только мама, но и все родные, кто хотят ухаживать за ним. Семейное ориентирование, совместное пребывание матери и ребенка с первых минут рождения младенца и раннее прикладывание груди – эти принципы, доказавшие свою эффективность, внедрил именно перинатальный клинический центр. Когда после родов начинается с первых моментов своего существования малыш, присутствуют рядом с мамочкой, это возникает очень тесная связь между мамой и ребенком. Детки чувствуют себя очень комфортно. И что самое доказательное уже стало, то пациентки требуют минимум медицинских вмешательств, таких как обезболивание. У нас бывали случаи, что, допустим, мама первых двух детей абсолютно не кормила грудью. Были два кесаря, на третьем кесарево сечине мама кормила грудью. И сама удивляется. То есть мы настраиваем маму на стопроцентную лактацию. Если ребенок у тебя будет хорошо, правильно сосать грудь, ты будешь получать колоссальное удовольствие от этого, понимаешь? Ребенок будет около тебя лежать, будет греться, ты постоянно будешь чувствовать его, будет вырабатываться гормон любви, окситоцин. И вот это вот счастье, оно просто будет тебя переполнять. Многолетняя специализация на самых сложных случаях в акушерстве, мультидисциплинарный подход к лечению и полный цикл оказания помощи новорожденным с патологиями, доброжелательное отношение ко всем, без исключения пациентам, перинатальный клинический центр был и остается флагманом в системе родовспоможения края. Благодарных пациентов. Нескончаемый поток. Акушерка просто высший пилотаж, профессионализм. Абушенова Наталья Сергеевна. Я считаю, что 50% моих родов родила она. Я очень ей благодарна. Мы родили буквально полчаса назад. Доченьку я родила. Поддержка колоссальная была. То есть помогали, подходили, спрашивали, давали советы. Или акушеры, врачи, даже, не знаю, санитары. Ни от кого плохого слова даже не услышишь. Хоть 50 раз переспрашивай, подходи, все равно будут помогать. Конечно, 13 лет ждали. Я еще ее не видела. Что посмотреть охоту. Выбирать-то не надо. Надо просто идти сюда. Для меня только это трудом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok